Спасибо, спасибо. Закрыли мы экран. Может быть, пока я начну, чтобы время не терять, пока пересылается? Нет? Не так? Так, Мадина Асхатовна. Коллеги, позвольте, я представлю Садыкова Мадина Асхатовна, руководитель Центра равных возможностей Комфор, пиар-менеджер Республиканской библиотеки для детей и юношества имени Баилинова Киргизия. Очень приятно, мы первый раз с вами сотрудничаем. Мы предлагаем вам начать, конечно. Я говорила, что у меня есть презентация. Если вы сделаете меня с организатором, я покажу. Я буду говорить и рассказывать. Можно так? Показывать, то есть? Да, конечно. Попробуйте мне скинуть. Так, Сергей Васильевич, кто у нас руководитель организатора? Смотрите, внизу демонстрация экрана. Нужно нажать и позволить разрешить возможность. Ну, чтобы вы видели презентажку, а я буду говорить. Вам будет интереснее. Александр Григорьевич, отдай права. Отдайте мне все права, пожалуйста. Да, да, да. Возьмите все. Демонстрация экрана в ГИСУ. Кто организатор? Нажмите, пожалуйста, и позвольте. Как бы участвовать. Все, отлично. Вам видно? Да. Сейчас большой экран попробую сделать. Что-то не делаю. Сейчас, сейчас, я быстренько. В пять. Сейчас, сейчас, все. Хочу сделать. А, вот теперь нормально, да? На весь экран? Да, все хорошо. Ну, все. У меня сколько минут? Семь, да? Пять? Да, да. Максимум семь. Дорогие друзья, я очень рада участвовать в вашем круглом столе. Я, мне права такие отдала Лариса Владимировна Кислова, вот, замдиректор нашей библиотеки. Сегодня она по уважительной причине отсутствует, и вместо нее сегодня я. Конечно же, мы, как библиотека республиканского значения, мы стараемся идти в ногу со временем и являемся методическим центром для всех библиотек нашей республики. Сегодня мы публичная библиотека с многопрофильным информационно-образовательным, культурно-досуговым и сервисным центром. Мы не просто выдаем книжки и принимаем, как раньше это было, а как и все вы сейчас, все наши коллеги. Мы превратились уже в такой вот действительно информационно-досуговый центр. И очень многие проекты здесь у нас в библиотеке мы для наших читателей организовываем. Конечно, не сами. Мы это делаем совместно с международными организациями, потому что когда вместе, веселей, интереснее и вкуснее. Вот. Итак, один из проектов, это я вам буду рассказывать о самых последних проектах, которые есть в нашей библиотеке, работают сейчас. Вот. Библиотека как уполномоченная организация и центр доступа к открытым образовательным ресурсам. Равный доступ для всех. Мы сделали этот проект для наших особых читателей. А если быть точнее, для тех, кто плохо видит или вообще не видит, да, слабовидящие и слепые наши особые читатели. Мы закупили не только для нашей библиотеки по этому проекту, но и для шести областных библиотек оборудование. И книги, которые, конечно же, наши читатели не могут по Брайлю прочитать, допустим, да, они могут просто услышать в аудиообработке. Вот. То есть мы это все делаем, а наши читатели приходят к нам и с удовольствием берут эти аудиокниги домой. Или даже не выходя из дома, мы организовали сайт, где они могут все это тоже зайти туда и прослушать, или даже заказать книгу, которую бы они хотели прочитать. Следующий проект. Английский язык для молодых профессионалов. Этот проект у нас уже идет лет пять, вот, потому что у нас в нашей библиотеке есть американский центр, и совершенно бесплатно учителя английского языка проводят для молодых профессионалов, которые работают в государственных бюджетных организациях, обучение английскому языку. Совершенно бесплатно, конечно же. Проект «Лагерь предпринимательства». Сюда мы приглашаем в нашу библиотеку таких известных предпринимателей, которые встречаются с нашей молодежью и рассказывают об их успехе, как они добились всего в этой жизни. Так. Оптимизация библиотечного пространства для обучения взрослых в публичных библиотеках Кыргызской Республики. Этот проект уже идет у нас четыре года, то есть мы обучаем наших старших читателей начальной грамоте компьютерной. Вот. Тоже совершенно бесплатно. Это очень здорово. И помогает нам в этом германская международная организация DVV International. Вот. И также на базе вот этого же центра для наших старших читателей взрослых у нас организована творческая студия INE-JIP. Это ниточка-иголочка, значит. Да. То есть мы закупили благодаря опять-таки вот этой вот международной организации DV International швейные машинки, в общем швейное оборудование и обучаем наших особых читателей. Ну и всех, кто, конечно же, хочет. Создаем группы, очередность соблюдается. Именно кройки и шитьев. Вот. Тоже, конечно же, все эти проекты у нас бесплатные совершенно для наших пользователей. В библиотеке есть у нас Бишкекский американский центр, как я говорила вам. Мейкерспейс – это творческая лаборатория, где у нас идет STEM-направление, и наши дети с удовольствием приходят, и взрослые тоже обучаются программированию, что-то мастерят на 3D-принтере, там 3D-ручками рисуют, и всякие химические и физические опыты мы проводим. В общем, вот такое STEM-направление в научной лаборатории Мейкерспейс. При детском нашем отделе Балалык, это для самых маленьких детей, дош, которые вот с двухлетнего возраста к нам приходят со своими мамами, бабушками и папами даже, вот, и до 4-го класса у нас этот отдел. Мы проводим здесь Центр раннего развития детей. Проект этот идет, Юсаидовский проект. Мы обучаем наших детей в стиле игры, навыкам чтения, буквы изучаем с ними там, поем, танцуем, в общем, чтобы было нашим читателям интересно. Также у нас открылся в 2019 году Центр равных возможностей Комкор. Комкор – это с кыргызского на русский, значит, забота. Открыт он был благодаря посольству Америки в нашей республике. Вот, и что мы в этом центре делаем? Вот это как раз церемония открытия, фотография. Вот директор у нас вот в зеленом пиджаке Султангазиева, Роза Калыевна, вот, нашей библиотеки. Что мы здесь в этом центре предоставляем нашим особым ребятам? Уроки компьютерной грамотности. Вот, у нас приходят ребята, которые не видят. И специальные наушники, вот сейчас у детей, они обучаются, значит, они что-то слушают, обучаются компьютерной грамотности. И специальная программа закачана в наши ноутбуки для обучения слабовидящих ребят, читателей, компьютерной грамотности. Уроки английского языка проходят у нас. Но мы не делаем отбор, допустим, вот только особые читатели, а потом не особые, обыкновенные ребята. Мы стараемся проводить это все инклюзивно проводить. Конечно, это не всегда просто получается, но мы стараемся. Книги для слепых и слабовидящих шрифтом Брайля у нас есть, вот, на каргызском языке, на русском языке. И те ребята, кто освоил этот шрифт, они приходят к нам, берут эти книги домой или читают здесь. Занятия по арт-терапии у нас с пластилином, леппо с пластилином. Мы рисуем различными красками, из глины что-то делаем. Ну, в общем, стараемся, да. Занятия по музыкотерапии. Наши ребята очень любят петь, танцевать. У нас есть театр «Солнечный город». Мы с ребятами, значит, делаем несколько, уже сделали несколько спектаклей. Вот, и даже выезжаем с этими спектаклями по школам нашим. Уроки кулинарии. Здесь у нас есть, значит, кухня оборудована, да. И мы такие вот маленькие тостеры, там, пиццу, что-то еще мы можем приготовить и обучить этому наших детей. И, конечно же, пандемия создала свои права, вернее, да, и все мы сейчас работаем подчинены именно онлайн. Сейчас вот как у нас круглый стол идет, так же у нас сейчас идут и уроки в нашем центре. И вот наши волонтеры тоже совершенно бесплатно откликаются. И вот у нас идут уроки, например, по амигуруми. Это японская техника, вязание крючком. Вот. Виртуальный клуб мы ведем. Хочу все знать. Конечно же, в этом клубе акцент идет такой большой на произведения, на литературу, на библиотеки, на книги, на писатели и так далее. Также мы проводили онлайн-лагерь. Комкорд, думай, инклюзивно. Вот, например, девочки проводят сейчас физкульт-минутку. Вели уроки программирования с ребятами из разных областей, которые подключались онлайн. Творческая лаборатория Мейкерспейс, где мы здесь проводили опыты интересные всякие. Вот. Виртуальные экскурсии проводим по нашему Бишкеку. Не только по Бишкеку, но и по нашим замечательным природным местам Кыргызстана. И вообще виртуально путешествуем. Уроки рукоделия тоже онлайн у нас идут. Мы спортом занимаемся тоже онлайн, показываем это все нашим ребятам. Они с удовольствием принимают участие в наших уроках. И потом вот мы раздавали после этого лагеря сертификаты всем нашим участникам. И, конечно же, делимся своим опытом. Берем опыты наших коллег. Были международные онлайн-конференции с Казахстаном, с библиотекой Бегалина, с Россией, с Санкт-Петербургом мы общались, с Белоруссией. И сейчас вот у нас как раз идет проект с вашими коллегами-земляками из Новосибирска. Вот, Новосибирское библиотечное общество и национальное, ой, Новосибирская государственная научная библиотека. Областная научная, да-да-да. Да, областная научная библиотека. Они, проект у них. И мы являемся, значит, проект называется «Россия и Кыргызстан. Диалог через книгу». Мы являемся их такими главными партнерами из Кыргызстана. Вот, и мы сейчас сотрудничаем, мы проводим, мы проводим встречи, вот, и до ноября месяца. Вот, так что стараемся быть не изолировано, а делиться нашим опытом с нашими коллегами. Ну и вот девиз наш такой, что читать модно, посещать библиотеку престижно. Вот так мы и работаем. Спасибо большое за внимание. Может, вопросы какие-то есть? Мадина Асхатовна, спасибо огромное. Очень интересно на самом деле. Оказывается, открытием вы являетесь для нас. А на самом деле вы давно уже пришли в Новосибирск. Оказывается, да. Да, да. И центр ваш проводит огромную работу. Коллеги, я думаю, что сейчас как раз самая возможность задать вопросы. Пожалуйста. И я хотела бы дать слово Сергею Васильевичу, исполнительному директору. В Сибири и Евразии, да? Сергей Васильевич, теперь я вас не вижу. Да здесь я. Уважаемые коллеги, я просто несколько слов хочу сказать о той организации, которую я возглавляю и почему, собственно говоря, в замечательное общество представителей библиотечного сообщества я вмешался. Начну с того, что я давным-давно защитил диссертацию в ГПНТБ «Суран» и по научной специальности я являюсь книговедом, по большому счету, да. И одна из моих настоящих активностей – это то, что я возглавляю некоммерческую организацию, которая называется «Экспертный клуб Сибири и Евразии». Собственно говоря, главная миссия этой организации – это способствовать контактам представителей различных экспертных сообществ на евразийском пространстве. Да, мы разные темы поднимаем – экономические, политические, культурные. И как бы совершенно было бы проигрышным не затронуть родную для меня тему – тему книжной культуры. Дело в том, что некоммерческие организации в Российской Федерации имеют прекрасную возможность использовать средства Фонда президентских грантов для организации масштабных мероприятий, которые бы интеграционным различным контактам и проектам способствовали. И в настоящее время наша организация реализует два проекта с историками Казахстана и с казахстанскими журналистами. Очень хотелось бы на ближайший конкурс Фонда президентских грантов заявить проект, который смог бы интегрировать библиотечное сообщество евразийского пространства. И как бы вот наше сегодняшнее мероприятие – это может быть такой первый шаг к тому, чтобы подобный проект организовать. В нем сразу мыслиться какие-нибудь масштабные конференции в России и в Центральной Азии, вебинары, школы для специалистов библиотек для того, чтобы способствовать интенсификации контактов. И как раз преодолению, точнее пониманию того, каким образом всем нам встраиваться в ту непростую ситуацию, когда книжная культура и, собственно говоря, тот проект эпохи просвещения, детьми которого мы все являемся, сейчас испытывает большое давление со стороны вот этих гаджетов, смартфонов, когда люди все меньше читают и все больше обмениваются всевозможными смайлами. И как бы представляется, что мы все с вами являемся таким авангардом вот как раз той самой эпохи просвещения, которую от этого такого нового гаджетовского варварства необходимо защищать. Спасибо. Сергей Васильевич, спасибо большое. Он представил организацию «Сибирь и Евразия», исполнительным директором которой является. И я все-таки, если позволите, вернусь к предыдущему докладчику, да, Мадина Асхатовна, вот очень интересно, что дети изучают языки, в том числе английский. Скажите, пожалуйста, с русским языком вот ситуация какова? Знаете ли современное поколение русский язык или вот библиотека в этом как-то активно участвует? Конечно, конечно. Вообще наша республика, мне кажется, что у нас очень хорошо разговаривают на русском языке. У нас есть двуязычие же идет, да. Вот официальный язык русский, государственный язык, это кыргызский. Поэтому у нас и школы с кыргызским языком, и с русским, они одна школа, но и такие, такие классы есть. Так что с русским языком у нас сейчас все хорошо. Иногда, конечно, у нас бывают там такие перегибы, но это везде, по-моему, сейчас есть. Наши депутаты некоторые что-то говорят. Вот. Но все-таки такой вот, знаете, разум, наверное, правильный. Он побеждает всегда. Без русского языка никак, ведь сам Чингис Зайтматов, наш великий писатель, он говорил так, что я еду на двух конях. Один мой конь – это мой родной кыргызский язык, вот, впитанный с молоком матери. Другой мой конь – это русский язык, потому что без его знания русского языка меня бы не узнали нигде в мире. Вот и все. Поэтому этим все сказано. Спасибо. Спасибо огромное. Ну и продолжая то, что сказал Сергей Васильевич, мы, конечно, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Обязательно. Благо, вот как раз под эгидой Сибирь-Евразия у нас будет такая возможность. И новые конференции, и новые встречи, и обсуждение новых проблем. Благодарю вас. Благодарю вас. А можно ли мне послать привет нашим кыргызским коллегам? Кыргызь, конечно. Лисневский, я тоже живу и работаю в Новосибирске, и мы, ну, очень тесные партнеры наших ведущих библиотек ГПТВ Сибирского отделения и Новосибирской областной научной библиотеки. А я возглавляю библиотеку для незрячих и слабовидящих, которая, ну, довольно неплохо известна не только в нашей стране, но и в Казахстане и Кыргызстане. Мы, кстати, работаем с вашим обществом, которое поддерживает незрячих и глухих людей. Библиотека у нас есть тоже для слепых и слабовидящих. Да, да, да. Ну, она при общественной организации, правда? И для меня очень интригующее то, что вы на хорошем профессиональном уровне уже взялись за поддержку людей с нарушениями зрения, детей с нарушениями зрения, юношества с нарушениями зрения. И в этом отношении у нас есть реальный опыт, которым мы могли тоже с вами поделиться и обменяться, безусловно, поскольку мы видим, на хорошем каком уровне вы работаете. И вот мы регулярно проводим практикоориентированные семинары международные, которые собирают участников из разных стран. И они называются по-разному, но всегда они объединяются одним общим названием Международная школа ассистивных услуг. То есть услуг, которые содействуют доступности информации и доступа к знаниям для целевых групп читателей. Кроме всего прочего, мы являемся центром компетенции в области формирования, сопровождения и потребления без барьерной среды. Наверное, эти слова тоже, так сказать, имеют эквиваленты в киргизском языке. Нам было бы очень интересно узнать, насколько библиотеки интегрированы в работы по созданию доступной среды в республике. Мы с вами спишемся обязательно, а мы уж, как говорится, вас не расстроим, потому что мы являемся членами Международного консольства. Ну, это мы потом вам доложим, все в детали. Давайте, с удовольствием. Спасибо вам большое. Спасибо нашему заочному знакомству. Спасибо большое тоже взаимно. Спасибо. Юрий Юрьевич, благодарю вас. Походу, у нас уже тут же связи какие-то налаживаются и контакты непосредственно уже между участниками нашего круглого стола. Ради этого все и затевалось. Да, Сергей Васильевич, согласна с вами. Спасибо.